А будьте добры, следующий наш докладчик – это по программе. Следующий наш докладчик – это Сидоров Александр Вячеславович. Фармакотерапия хронической боли, современный арсенал средств и разнообразие возможностей. Прошу вас, Александр Вячеславович. Сидоров Айловна, большое спасибо вам за представление, огромное спасибо за доклад. Как всегда, выше всяких похвал. И, наверное, я логично в продолжении по своей теме, традиционно, может быть, какие-то аспекты. Скажите, видно презентацию? Да, все видно. На полный экран, все отлично. Спасибо, вот сейчас должно быть. Дорогие коллеги, рад всех приветствовать удаленно из Ярославля. Надеюсь, когда-нибудь мы все-таки встретимся на очных мероприятиях. По поводу темы своего выступления, заявлено про арсенал возможностей в терапии. Действительно, сейчас арсенал стал более широким. И поскольку для лечения боли применяются препараты разного типа действия, что касается ненаркотических анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов первая ступень, и также они используются, вы знаете, в качестве коанальгетиков на следующих ступенях, то вот по этой группе препаратов в России, наверное, все благополучно, потому что у нас, как нигде, очень много таких препаратов, 28 только международных непатентованных наименований. Возможно, я ошибаюсь, возможно, стало еще больше, но вот из доступных такие препараты... Просто напомню, что два препарата среди этого класса относятся к чистым ненаркотическим анальгетикам. Это парацетамол и метамизол. То есть их противовоспалительная активность отсутствует. Они работают в ЦНС как чистые анальгетики, антиперетики. Но нас интересует, конечно, анальгетическое действие. И, может быть, к ним близок по проявлениям эффектов любимой применяемой препаратки Таралак, поскольку его противовоспалительная активность достаточно низкая. Но, тем не менее, его периферическое действие достаточно выражено. И прежде всего в отношении слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта я имею в виду побочные эффекты. Несмотря на то, что вроде бы как группа одна, но в силу разного набора эффектов, эффективность препаратов анальгетическая разная. И вот уже, наверное, не первый пересмотр, Кахрейновский анализ эффективности парацетамола конкретно в терапии раковой боли, но мы будем считать у палеотивных пациентов вообще, он подвергается, скажем так, сомнению. И если, возможно, в качестве препарата первой ступени в монотерапии, начальной терапии, при умеренном, при слабом болевом синдроме он еще имеет свое значение, и его очень любят за рубежом применять, то вот в сочетании с опиоидами, умеренными, слабыми или сильными опиоидами, его эффективность подвергается сомнению, потому что нет достаточных исследований, и вот в тех дозах, наверное, просто эффект его дополнительный, он просто незаметен. Чего нельзя сказать про метамизол, и про метамизол сейчас очень часто говорят, ну это то, что называем мы анальгином, и то, что, допустим, в некоторых странах Европы, прежде всего в Германии, где его применяют до сих пор, где его разрабатывали, называют дипероном. Вот тоже систематический обзор и мета-анализ. Опять же, конкретные пациенты, это не общая популяция, а именно наши пациенты в палеотивной медицинской помощи. Парацетамол, опять же, здесь не признается его эффективность в плане убедительности именно доказательств его эффективности, но флупертин, который когда-то у нас тоже применялся, сейчас препарат запрещен к применению в Российской Федерации, и диперон, метамизол, а также нестероидные противовоспалительные препараты любые, они имеют место в качестве препаратов-анальгетиков и могут применяться. Причем, вот видите, имеются доказательства, что обычные дозы НПВП сопоставимы с 15 мг морфина или эквивалента. Но мы понимаем, что 15 мг – это до 30, то есть это, возможно, некая такая корреляция именно с эффективностью, которая необходима на первой ступени обезболивания, то да, этот препарат применяется. И вот еще один обзор, этот обзор тоже немецкий, то есть родина метамизола, который показывает, что в высоких дозах, а высокие дозы – это 6 г в сутки, эти дозы более эффективны, чем низкие дозы метамизола, и они подбираются даже к эффективности 60 мг в сутки перорального морфина. Ну, этот вывод сделан, конечно же, на основе мета-анализа данных, и к этому выводу тоже надо очень аккуратно относиться. И тем не менее, я предостерегу вас, дело все в том, что метамизол в такой дозе применять невозможно согласно инструкции. Максимальные дозы в Российской Федерации пероральные – это 4 г в сутки и 2 г в сутки парентерально, и нас еще ограничивает, согласно инструкции, максимальный курс 5 дней. Поэтому необходимо делать перерывы, даже если вы используете метамизол не в качестве основного анальгетика, а в качестве коанальгетика. Понятно, что эти препараты особенно эффективны, например, в плане лечения костной боли, как и все нестероидные противовоспалительные средства. Единственное, что останавливает, и мы помним, да, со студенческой скамьи, метамизол и риск агронолуцитоза. Однако сейчас вот этот риск, он пересматривается. Впервые о серьезном риске агронолуцитоза было заявлено на основании анализа шведской базы данных о пациентах, когда риск агронолуцитоза рассматривался как один случай на 3000 применений. Это достаточно высокий риск, учитывая серьезность этого побочного эффекта. Однако последние реестры и наблюдательные исследования, и метаанализы рандомизированных исследований свидетельствуют о том, что риск развития агронолуцитоза, возможно или, вероятно, связанный с применением метамизола, он достаточно низкий, ниже, чем это представлялось в начале применения препарата. И он где-то получается менее одного случая на 1 миллион применений препарата. Что касается эффективности и безопасности препаратов, то этого ряда нестероидных противовоспалительных препаратов, то в плане безопасности нужно помнить, что препараты могут представлять риск у пациентов с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Они могут оказывать влияние негативное на функцию почек и печени. И учитывая, что препараты разные, то вот последнее положение, риск развития нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, он может существенно различаться при использовании различных нестероидных противовоспалительных средств. И в частности, сегодня уже, наверное, неоднократно помянутый кетеролак из всех препаратов, которые доступны нам для применения, согласно мета-анализу 28 наблюдений, он имеет самый высокий риск развития обычных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта. Если, может быть, в общей популяции этот риск на практике встречается редко, и тем не менее возникают кровотечения желудочно-кишечные у пациентов, которые применяют даже недолгим курсом и небольшие дозы, то в нашем случае мы имеем в виду пациентов ослабленных, в том числе пациентов пожилых, которые, возможно, прошли курсы химиотерапии, и этот риск не относится уже к риску в общей популяции, он может быть более высоким. А с учетом хронической боли и стремления применять препарат достаточно длительными курсами, прежде всего нужно помнить о его безопасности со стороны желудочно-кишечного тракта. Все препараты нестероидные, противовоспалительные, они также, как сейчас мы понимаем, они также опасны в плане развития тромбозов. И вот, опять же, риск разный, но вот среди препаратов наименьшим риском отличается напроксен. Но, с другой стороны, напроксен имеет достаточно высокий риск развития побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Какие пациенты, прежде всего, подвержены риску побочных эффектов при применении нестероидных противовоспалительных средств? Ну вот, есть эти градации риска, и для желудочно-кишечного тракта самым высоким риском применения – это если у пациента в анамнезе язва или желудочно-кишечное кровотечение любой локализации, также перфорации. Кроме того, надо помнить, что наши пациенты пожилые могут применять низкие дозы ацетилсалициловой кислоты в плане профилактики как раз сердечно-сосудистых событий. И это тоже пациенты высокого риска, если им дополнительно присоединяется нестероидный противовоспалительный препарат. Так же, как и любые другие антикоагулянты и антиагреганты, сейчас их тоже достаточно много, новые группы появились, и пациенты могут их использовать именно в профилактических целях. Что касается риска со стороны сердечно-сосудистых системы тромбозов, то очень высоким риском является наличие у пациента уже сформированного сердечно-сосудистого заболевания, как то инфаркты миокарда, ишемической болезни сердца, и острокоронарного синдрома в анамнезе. Транзиторных ишемических атак и другие заболевания. Так же значимый субклинический атеросклероз сонных и коронарных артерий, то есть когда еще нет признаков, но уже есть сужение значимое, атеросклеротическое поражение сосудов. Так же осложненный сахарный диабет, хроническая болезнь почек, или по шкале СКОР риск более 10. Поэтому экспертами, причем в разных странах у нас тоже есть такие рекомендации, предложен алгоритм выбора нестероидных противовоспалительных препаратов у пациентов с высоким и низким риском со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Что касается низкого риска, выбор, конечно, может быть любым, но как только увеличивается риск со стороны желудочно-кишечного тракта, то предпочтительными становится применение коксибов, и причем при высоком риске даже коксибы в сочетании с ингибиторами протонной помпы. Что касается риска со стороны сердечно-сосудистой системы, при очень высоком риске нужно избегать применения по возможности любых НПВП. Умеренно высокий риск от, как вы видите, на проксеноцелекоксибы и бапрофена до целекоксиба в сочетании с ингибиторами протонной помпы, если при этом еще и высокий риск со стороны желудочно-кишечного тракта. В этом смысле мне, наверное, импонируют рекомендации американские по поводу применения нестероидных противовоспалительных препаратов именно у пациентов в палеотивной практике. О том, что с учетом всех рисков конкретно для этих пациентов, их анамнеза, то возможно, что для некоторых пациентов все-таки низкие дозы опиоидов будут представлять лучшую альтернативу и даже большую безопасность по сравнению с применением нестероидных противовоспалительных препаратов. По поводу выбора, они рекомендуют использовать любой препарат, который раньше был хорошо переносим пациентам. А если нет такой практики, хотя, наверное, сложно в это поверить, то выбирайте бупрофен. Вот они рекомендуют так поступать. Они не отрицают применение кетеролака, но, опять же, при необходимости и максимум до пяти дней. Это достаточно сильный препарат. Это действительно, Гузель Рафаэловна про него говорила, что после него и термодол, может быть, применять оказывается неэффективно. Потому что это действительно сильный, но очень гастротоксичный препарат получается. Ну и кроме того, мне хотелось бы обратить ваше внимание на практику применения нестероидных противовоспалительных препаратов. Дело все в том, что, согласно инструкциям по применению, в редких препаратах прописывается применение его показания для применения при любом болевом синдроме или конкретно у пациентов, например, с онкологической болью. Некоторые препараты содержат очень ограниченное количество показаний и они характеризуются именно ревматическими заболеваниями, конкретно перечисленными или заболеваниями инфекционными, заболеваниями со стороны позвоночника, но не описывают применение в показаниях именно онкологическую боль. И это может вызывать определенные вопросы, ну, скажем так, юридического плана при назначении препарата и при возникновении нежелательных явлений серьезных у пациента. Поэтому будьте, пожалуйста, в этом отношении внимательными не только к пациенту, но и к себе. Что касается опиоидов, действительно, их арсенал тоже существенно расширился, и к 2020 году мы имеем не только разные препараты, но и разные лекарственные формы, о чем уже было сказано. В обновленных рекомендациях ВОЗовских относительно выбора опиоида для поддерживающей терапии разрешается любой опиоид, в том числе в комбинации с препаратами для первой ступени обезболивания. И вот этот выбор любого опиоида подразумевает прежде всего его эффективность, то есть достижение адекватного обезболивания у пациентов по шкале, например, если ориентироваться, достижение переносимой боли для пациентов и переносимости препарата конкретным пациентам. Что касается опиоидов, они действительно разные. И если, может быть, лет 10-20 назад вот этот термин «ротация опиоидов» она была странной, поскольку подразумевалось, что опиоиды действуют одинаково, это сильные анальгетики, и зачем менять один на другой, то сейчас действительно на основании того, что препараты имеют разную структуру, они имеют разную фармакодинамику, фармакокинетику, они имеют разные ограничения или, наоборот, предпочтения у пациентов с сопутствующими заболеваниями, то действительно вот это вот понятие, вот эта практика ротации опиоидов, она целесообразна, она рациональна. И если правильно подбирать опиоид, если учитывать тетрование дозы, выбор препарата для постоянной терапии, снабжение пациентов в случае необходимости препаратом для оккупирования эпизода прорыва боли, то есть усиления боли, или учета нейропатического компонента боли, то действительно в этом отношении препараты разные, и их можно использовать, можно использовать их свойства для подбора конкретным пациентам. Что касается морфина, это, наверное, эталонный препарат для этих случаев, для таких пациентов. И это препарат, который имеет активные метаболиты, поэтому при наличии почечной недостаточности нужно быть аккуратным, и, возможно, при серьезной почечной недостаточности переходить на препарат другой, об этом скажу чуть позже. Он может быть использоваться для терапии второй ступени в низкой дозе, до 30 мг в сутки. И вот обратите внимание, о чем сегодня уже было неоднократно сказано, разные формы сейчас доступны. Это и обычные таблетки или капсулы пролонгированного действия, которые хороши для постоянного применения, поскольку они могут назначаться два раза в сутки. Это и препараты, таблетированные 5 и 10 мг, которые подходят именно для подбора дозы или для терапии прорыва в боли, усиления боли. Это раствор внутрь, который появился недавно, и уже доступен для применения. Это такие однодозовые ампулы. И все тот же препарат морфина раствой инъекционный, который тоже должен быть в наличии, поскольку есть ситуации, когда невозможно применять неинвазивные формы обезболивания и требуется переход к парантеральному обезболиванию. морфин в лечении раковой боли, согласно экспертным рекомендациям, ВОЗовским, третий пересмотр и третьего пересмотра Кахрейновского обзора, это препарат, который подтвердил свою эффективность не столько в строго контролируемых, рандомизируемых исследованиях, но практика показала его эффективность. И это тот препарат, который в коротких формах, прежде всего, а также в пролонгированных формах, должен быть доступен для наших пациентов. Оксикодом с аналаксоном – это комбинация, которая также доступна для применения. Также в маленькой дозе, в низкой дозе может применяться на второй ступени. И преимуществом этого препарата перорального является низкая частота запоров. Вот аналаксон, который обладает очень маленькой биодоступностью при приеме внутрь, тем не менее, оказывает свое действие на желудочно-кишечный тракт. И он уменьшает частоту запоров, действуя как блокатор опиоидных рецепторов. И таким образом снимает действие опиоида, вот это вот обстепационное действие опиоида, и действительно частота запоров реже. Очень часто доктора задают вопрос о ротации на оксикодон, и что вот он не работает при ротации с других опиоидов. Эта ситуация возникает, когда ротация происходит с высокой дозой предшествующего опиоида, и в этом случае приходится сразу же назначать эквианальгетическую дозу, высокую, такого препарата. И в данном случае налоксон, который, соответственно, применяется в большей дозе, он может быть, он может мешать в плане блокады действия опиоида, и, конечно же, такой препарат хорошо тетровать с маленькой дозой, с низкой дозой. Вот тогда таких явлений не возникает. Бупренорфин с налоксоном. Та же идея в плане защиты от запоров и защиты препарата от немедицинского использования с целью злоупотребления, но до сих пор согласно инструкции препарат Бупренорфин с налоксоном Бупраксон он предназначен для терапии острой боли, сильной и средней интенсивности, в том числе послеоперационной и посттравматической ожоговой и при проведении диагностических процедур. Это, конечно, ограничивает применение препарата для оккупирования той же самой острой или прорывной боли у пациентов онкологических, поскольку это не совсем подходит по инструкции, к инструкции по применению, вот к тем показаниям, которые обозначены. А вообще препарат сильно отличается по фармакологии, это уже парциальный агонист и частичный антагонист опиоидных рецепторов, поэтому это препарат, который в меньшей степени обладает наркогенным потенциалом, в принципе меньше частота запоров, угнетение дыхания и так далее. То есть вот эти свойства парциального агониста имеют некое преимущество. Но такое еще важное преимущество это фармакокинетическое. Препарат выводится в основном печенью, желчью, кишечником и выводится почково незначительно. Поэтому он рассматривается как препарат выбора у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Отечественный препарат, о котором Кузель Рафаиловна говорила, у нее очень большой опыт применения этого препарата и исследований. Нельзя не согласиться с тем, что вот те дозировки, которые обозначены как максимальные суточные дозы, они очень высокие. и учитывая, что препарат действует при применении подъязычным или трансбукальным, препарат действует очень быстро и его наркогенный потенциал в такой высокой дозе строго необходимо учитывать. Если пациенту нужна такая доза, это значит, что, возможно, пациент применяет этот препарат не для лечения болевого синдрома, а вот с целью, ну, скажем так, улучшения настроения, может быть. В этом смысле любой препарат, который действует быстро, опиоид, он обладает большим наркогенным потенциалом, чем препарат, который пролонгированный. И это связано с тем, что определенная часть дозы препарата преодолевает гематенцифалический барьер и, собственно, отвечает за развитие токсических эффектов, в том числе эфорических эффектов. Поэтому наркогенный потенциал у короткодействующих и, самое главное, быстродействующих опиоидов, он всегда выше, чем у препаратов пролонгированных. Вот специально создавался пластырь фентаниловый для лечения именно хронической сильной боли и, прежде всего, боли онкологической у палиативных пациентов. Он действительно обладает такой кинетикой, что действует не сразу, поэтому в течение первых суток он требует применения опиоида, продолжения применения предшествующего опиоида или снабжения пациентов опиоидом короткого действия для того, чтобы прикрыть вот эти первые 12-24 часа, когда пластырь наклеен, но не достигнута еще терапевтическая концентрация препарата в крови. А дальше на второй аппликации уже достигается стационарная концентрация, и ее требуется просто поддерживать и при необходимости соответственно увеличивать дозировку, если возникает толерантность, как и к любому опиоиду. Особенно в пластырь фентаниловой выгодно применять, целесообразно применять у пациентов с нарушением глотания, плохой переносимостью морфина. Это вот те случаи, о которых опять же сегодня вспоминали, когда ни пациент, ни родственники не приемлют применение морфия, морфина, и рассматривают его как препарат для умирания, предсмертный препарат. Есть и такие вот тоже мнения. К пластырю отношение совершенно другое. Он не воспринимается как, иногда даже как препарат, о нем забывают пациенты сказать, например, врачу скорой помощи, который приезжает на вызов. И отношение к этому лучше. У фентанила реже, особенно при таком применении, возникает частота запоров и тошнота и прочие эффекты опиоидов. И это препарат, который является препаратом выбора у пациента с хронической почечной недостаточностью ввиду того, что выводится он из организма почками, но в виде неактивных метаболитов. Это, наверное, один из немногих опиоидов, который выводится из организма в виде неактивных метаболитов. Ну, стоит напомнить, что сейчас пластырь фентаниловый доступен отечественного производства. И, насколько я понимаю, насколько я знаю, он уже поступил в регионы. Препарат апентадол, который с недавнего времени стал доступен для применения. Препарат, который сейчас отпускается на 148-м бланке, поэтому несколько проще выписывать этот препарат ровно так же, как тромодол. Его действительно часто сравнивают с тромодолом не только в плане регуляции законодательства, но и в плане фармакологии, поскольку он имеет двойной механизм действия. Но, в отличие от тромодола, он практически не влияет на обратный захват серотонина, а влияет на ингибирование обратного захвата норадреналина, то есть на антинотоцептическую систему норадреналиновую, норадренергическую. И тем не менее, совсем недавно Минздравом выпущено такое распоряжение постановлений о включении в инструкцию всех опиоидов, в том числе тапентадола, риска о возможном развитии серотонинового синдрома, то есть при совместном применении с серотонинергическими препаратами, например, антидепрессантами, трициклическими, в том числе в качестве компонентов терапии нейропатической боли. Поэтому в этом смысле гапапептиноиды все-таки более выгодны в комбинации с опиоидами, именно в том числе ввиду меньшего риска развития серотонинового синдрома. Что еще отличает тапентадола от тромодола? Во-первых, большая сила действия и в калькуляторе ротации опиоидов заложен вот такой расчетный коэффициент. Кроме того, метаболизм препарата, то есть это активное лекарство. Не требуется учета такой вот вариабельности действия у пациентов с разными полиморфизмами, с разной, скажем так, активностью метаболической печени. И в этом смысле дозировку подбирать несколько проще может быть. Кроме того, ввиду того, что он выводится в виде неактивных метаболитов, он более, в отличие от термодола, более безопасен у пациентов с нарушениями функции почек. Ну и сейчас, в настоящее время, он доступен, этот препарат доступен в виде таблеток пролонгированного действия. Ожидаются препарат в таблетках короткого действия. И надеемся, он появится. Сейчас этот препарат, который в маленькой дозе, в низкой дозе, может применяться еще для терапии второй ступени, как и большинство опиоидов. Максимальная суточная доза препарата в пролонгированной форме 500 мг. Поскольку препарат обладает двойным механизмом действия, то есть он влияет на систему норадреналина, в этом отношении у него есть небольшой антидепрессивный эффект, и в этом же отношении у него есть вот этот компонент, который позволяет ему действовать на нейропатический компонент. И действительно, согласно рандомизированному исследованию, в течение шести недель применения препарата топентадола в дозе 100-150 мг два раза в сутки, то есть как раз до максимальной суточной дозы, в сравнении с морфином пролонгированного действия, тоже в достаточно большой дозе, у пациентов с нейропатическим компонентов препарат топентадола даже был более эффективен, чем обычный морфин. Большее количество пациентов ответили на терапию топентадолом, и было достигнуто снижение боли до переносимой боли, и это подтверждает его эффективность в отношении онкологической боли с нейропатическим компонентом. Ну, а что касается переносимости, то общая частота побочных явлений, таких характерных опиоидов, и в том числе побочные эффекты в плане влияния на желудочно-кишечный тракт, на центральную нервную систему, возникали реже при применении топентадола по сравнению с морфином. На этом арсенал опиоидов не закончится, не сократится, не остановится, и отечественные производители обещают нам в ближайшее время пополнение арсенала, в том числе за счет отечественного спрея фентанилового интраназального, а также пленок трансмуказальных, обещают бупринорфин в виде трансдермального пластыря, который когда-то даже исследовался зарубежного производства у нас в стране, оксикодон чистый, то есть без налоксона, в виде причем таблеток короткого действия, а не пролонгированных форм, а также короткого гидроморфина в таблетках для перорального применения. То есть будем ждать и будем очень внимательно относиться к уже имеющемуся арсеналу и неопиоидных препаратов, и опиоидных влечения раковой боли и вообще у палиативных пациентов. Коллеги, я вам желаю всяческих успехов, здоровья прежде всего, благодарю за внимание, может быть у вас есть вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!